она встречают живые цветочки ничего себе ребят не ожидал территория каскадная но вкус идет в виде пандусов так номер супериор отель charme leon club пляж большой видим есть ветрозащита заборчики такие и соответственно шезлонги у нас деревянные мягкие матрасы краю возле пляжа у нас коралловая плита так ребята вот так вот выглядит главный ресторан давайте подобьем итоги по отелю именно charme leon club 5 звезд друзья всем привет в этом видео вам показываю отельный комплекс charme leon который состоит из трех отелей не знаю как будет получаться отдельно показать либо все в одном видео но постараюсь вам показать качество этого отеля этого комплекса в этом видео так что подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео смотрите видео и вы будете всегда в курсе самой объективной информации чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями погнали и так вот главный ресепшен этого комплекса charme leon club resort заходим полу ребят так полу я скажу он огромный для египетских отелей это реально огромный холл справа у нас ресепшен слева вон самом конце у нас имеется лобби бар дальше ребят что нас встречает она встречают живые цветочки ничего себе ребят не ожидал не ожидал от этого отеля но цветы живые температурный режим отличный то есть здесь работает кондиционеры и здесь отличная температура играет софт музыка а внизу мы видим ресторан не знаю будем мы смотреть его либо не будем но с виду все чисто и аккуратно и сразу давайте разберем расположение этого отельного комплекса значит расположен он всего 5 километрах от аэропорта в бухте на бэй а именно в самом начале бухт на бэй там где нет еще инфраструктуру это очень важный момент для тех кто любит погулять за территорией отеля и второй момент который касается этой бухты это то что зимой здесь может очень сильно ощущаться ветер особенно на пляже а вот летом наоборот легкий бриз будет гораздо комфортней чем других бухтах шарм-эль-шейх а это первые два моменты на которые важно обратить внимание в момент выбора отеля чтобы не было никаких нюансов по приезду так друзья вот мы вышли на террасу которая выходит ну можно выйти на нее слове бара и вот у нас просматривается вся территория отеля именно территория отеля чармиллион club ну опять внизу он работает садовник все стараются поддерживать в отличном состоянии газончики чтобы были ухоженные подстриженные и зеленые сразу у нас один бассейн чуть ниже у нас второй бассейн территория вытянутая от моря то есть примерно но не знаю сложно сказать метров 250 наверно точно есть территории ну вот если идти с рецепшена до моря вид потрясающий на остров тиран ладно давайте пройдемся по территории посмотрим номер но если повезет дойдем до пляжа и разберем деталях как выглядит пляж у отельного комплекса чармиллион номер супериор отель чармиллион club в спальная кровать плазма и показываю вам террасу вид с террасы у нас на море терраса просторная большая в пара стулов и столик так и показывай вам санузел чистенький умывальник новый фен косметика туалет и душевая кабина тоже чистенькая ребят нету никаких потекал ржавчины ну что ребят идем по территории отеля смотрите сразу показывают газончики зеленые чуть-чуть желтый зная есть но вообще не существенно этот бассейн не знаю какой-то он как будто декоративный какой-то в общем возле него никого нету справа у нас имеется сувенирные лавки и магазинчики можете что-то себе прикупить смотрите какие красивые цветочки над аркой ну и дальше клумбы территория каскадная но спуск идет в виде пандусов это сразу то что я вижу есть ступеньки есть пандусы то есть с коляской проехать можно но ребят спуск каскадный сразу говорю впечатление территории просто положительные все ухоженное каких-то таких критических старых участков я еще не заметил не знаю есть они или нет если что пишите это все в комментариях теперь расскажу о том в чем можно запутаться основных отличиях концепции что можно и что нельзя для туристов из разных отелей комплекса чар миллион значит на первой линии отеля 2 чар миллион club resort и чар миллион силой а на второй условной линии через неактивную дорогу чар миллион gardens aquapark все отели пользуются одним пляжем но есть две зоны синими лежаками чар миллион club resort а с красными лежаками все остальные отели комплекса чар миллион касательно ресторанов каждый из двух отелей на первой линии имеет по одному главному ресторану едва аля карта туристы из чар миллион club resort 5 звезд едят везде и все что видят чар миллион силой и gardens 5 звезд а вот гости силой пользоваться ресторанами клуба уже не может так же как и garden который может питаться все лайф а в ресторанах клуба нет в общем если покушать то это в club resort если молодежный движ то это будет скорее всего силой если нужен аквапарк и не смущая вторая линия то это gardens aquapark 5 звезд и еще один очень важный момент который одинаковый для всех трех отелей это время заселения и выселения значит заселение начинается с 10 30 утра завтрак первый день не входит заселяют примерно к 14 часам дня выселение с 12 часов продлить номер и обед в последний день можно только за доплату так подходим уже к пляжу обалденный вид ребят смотрите остров тиран вообще в прямой видимости так что на делаете здесь кучу потрясающих фото для ваших соцсетей а вот наш понтон значит длина понтона порядка 147 метров по крайней мере это то что нам показывает google давайте подойдем к пляжу и посмотрим что у нас за ходом пляж большой видим есть ветрозащита заборчики такие и соответственно шедлонги у нас деревянные мягкие матрасы видим люди заходят с берега давайте сейчас посмотрим что у нас там заходом так ребят в краю возле пляжа у нас коралловая плита и дальше у нас такой вот песчано-галечный заход насколько он длинный не могу сказать вижу по пояс люди спал заходят даже вон чуть чуть больше чем по пояс в общем с берега вы можете зайти те кто не умеет плавать во время прилива не вижу вообще никаких проблем спокойно заходим вижу некоторые ходят в коралках некоторые ходят босиком рекомендую естественно в коралках заходить вопросов не будет детки тоже плавают есть ограждение в виде буйков видимо дальше там полноценный коралловый риф ну может быть мертвый еще немного важной информации которую нужно знать в момент выбора отеля значит первое бассейн с подогревом зимний период есть только на территории чар миллион club resort 5 звезд поэтому гости силой и garden могут пользоваться этим бассейном с подогревом интернет бесплатно работает только в лобби номерах будет только за доплату это касательно всех трех отелей лобби бар работает 24 часа в сутки алкогольные безалкогольные напитки бесплатно для всех трех отелей анимация как для египта достаточно активная есть две команды для граждан снг и граждан европы комплексе есть свой дайвинг центр находится он на территории отеля чар миллион club resort естественно все услуги за доплату ну и не забывайте что отель имеет право вносить любые изменения в концепцию без уведомления туристов касательно аквапарк значит действительно аквапарк классный и находится он на территории отеля чар миллион гарденс аквапарк 5 звезд поэтому только гости отеля чар миллион карден аквапарк 5 звезд могут пользоваться этим аквапарком бесплатно все остальные гости отеля чар миллион силой в 4 звезды отеля чар миллион club resort 5 звезд могут пользоваться этим аквапарком только платно значит для взрослых это 10 долларов для детей 5 долларов за день пребывания в аквапарке подробный обзор этого аквапарка вы сможете посмотреть в другом видео а именно в обзоре отеля чар миллион гарденс аквапарк 5 звезд как только видео будет готова я ссылочку добавлю в описании к этому видео так ребята вот так вот выглядит главный ресторан именно отеля чар миллион club 5 звезд смотрите вот наши столы и стулья дальше вот там он происходит раздача еды ну и раздача там сервируются блюда которые подаются гостям этого отеля так ребят давайте подобьем итоги по отелю именно чар миллион club 5 звезд в этом отельном комплексе смотрите территория очень понравилось номер мне тоже понравился хороший номер принципе хорошим египетском состоянии дальше пляж пляж я вам показал этим пляжем пользуются все три отеля которые находятся здесь именно в комплексе life club и garden значит понтон 147 метров глубина с понтона сказали метров 30 смотрите тот заход который я показал ребят еще раз говорю заходим только в коралках проблем не будет если будете заходить босиком то могут быть проблемы поэтому моя рекомендация обязательно в коралках либо спецобуви проблем не будет собственно говоря надеюсь вам была полезна эта информация что я вам показал напишите в комментариях если вы отдыхали в клубе что вам понравилось что не понравишь когда вы отдыхали летом зимой осенью было ветреной либо не ветреной как это все ощущается на территории задавайте вопросы подписывайтесь на канал пока пока